Всем любителям доты, еще раз привет, ребята, с вами GoodGameTiran, и сейчас мы будем наблюдать за игрой Роксов против команды Empire. Это Premier League, четвертый сезон. Ну что, поехали? И пока ворваемся, быстренько читаем чатики, все, все, все чатики читаем. Сейчас еще одну фишечку включу, и все будет хорошо. Так, вот, все, включу, ага. Не забываем, ребят, ставить плюсики, подписываться на канал, и все в том же духе. Так, все ли я сделал, доброти все. Все успел, все сделал, ну да. Ну да, ну да. Итак, пики-баны, ребята, команда Empire забанила с нюксом. В это время у нас шарфик забанил виспан, я убираю это FPS. Потому что здесь нафиг не надо. Отлично. И что же, продолжаем смотреть за пиком команд. Ну, пока что за банами, сейчас будут пики. Сразу поставим свободную камеру. Так, господи, я хоть звук включил, микрофон работает, все работает, поток идет, дропов нет, все хорошо. И это хорошо. Пак и бетрайдер отправляются в бан. Ну вот, вторым баном пак от команды Empire. Ну вот это интересно. Неужели так боятся шарфика на паке? Все, посмотрим. Или есть какая-то идея. Ну, когда в первой стадии банов банятся какие-то не дефолтные герои, значит, ребята боятся. Очень боятся там кого-то на каком-то игроке. И на данный момент... Так, ну, у всех полные составы. Как бы, да. Что, Коттл ферст пиком уходит к команде Empire. Роксы вот на это отвечают сразу же пиком Рубика и Гирокоптера. Ребят, было 3, будет 3 игры. Ну, надеюсь, 2. Потому что следом вас ожидает стрим по Live4Dead. Кстати, надо сейчас отписать своим ребятам, готовы ли они к Live4Dead. Так, вырубаем звук в ВКонтакте, чтобы здесь поняла. Так, ух ты, что-то... Да ладно. Darkseer, Квапан улетает Empire. И наши ребята, Роксы, забирают нас Энигму. Воу. Воу. Если Рубику вырнет стяжку, это будет клево. Все в Black Hole. Везде ракетки. Все летает и бомбит. Ну, надеюсь, в этот раз не будет какой-то там потерянной рапиры. Ну, посмотрим, посмотрим. Так, еще одну вещь не сделал, ребят. Пока посмотрите за стадией банов. А я быстренько сейчас... Дальше еще сделаю. И приду. Так, вроде ничего не выпустил. Забанился у нас что-то демон, забанился Фантом Лансер от Роксов. И банится Клокверк. Роксы банят Лайфстилера. Ну что, в принципе... Имперсам так и надо делать, да? Надо банить Харлайнера и какого-то саппорта. Потому что... Потому что... Потому что... Потому что у них есть уже саппорт, есть Хардкер, есть Энигма, который будет фармить Лису. И надо, в принципе, банить Мидера и Хардлайнера. Ну, так, по идее. В ответочку уже Роксы должны банить именно Хардкере, потому что Мидер, Хардлайнер и один саппорт есть. Но тут есть выбор. Либо забанить саппортов хороших, либо все-таки забанить каких-то там... Ненужных... В контрпике Хардлайнеров и Мидеров. Ой, Хардлайнеров и Мидеров. Заппортов... Заппортов и Хардкер. Да-да-да. Продолжение следует... 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 как бы базилки нет в принципе есть фисура да дред пока вообще ничего не качал по кондитер к раскачку сделать до включает он прокачивает он флейк приходит они года будут и да он и сейчас быстренько упадет первая вышка у команды empire а тем временем опять гангует шарфика приходит здесь бэйн успевает дать сон ой заявил дайгер сном хорошо хорошо хорош хорош карась ну что юзается глиф на последние тычки янушка стопроцентно упадет да тут у нас в самоках приходит котел ну и бэйн успевает и что пойдут дальше да ребята походу решаются идти дальше а шарфиком временем тут будет все таки воевать с клопой зато луна тут уже под вышкой но она то ничего не сделает да да вызываются опять одолоны летит уже ракета в котла немножко не потанковали так тут у нас бэйн готов врываться но дарксир то в лесу фармит она спаунил себе тут напулил и кажется сейчас может хлопотать люлей вот если был бастанат кента то скандал мог бы и умереть так то ну что не плохой врыв но не пошло ребят от агрил котел крипов поэтому не пошло пушить ну что ребят возвращаются в леса фармить база застается на лайне есть у него колечко еще только из ботинок на четвертой минуте неплохо довольно таки хотя не знаю можно было бы нормально все нормально и все нормально так вопа забирает нас шарфика немножко не успел на этот момент что скандал тем временем что летит соринг нет летит ботинок танго и т.п. на всякий случай вдруг ракса опять пойдет пушить так инфибол у бэйна не вкачан ничего не может сделать ой фиссура пошел харасси бэзэ есть ботинок у бэйна нету там задувает коту и бэйн умрет да бэйн тут никуда уже не деться ну а бдз отлично флотизм приятных для опистили сансов убивать всегда приятным так как они возвращаются в харду масло масляное так вызывает удалонов и надо потихонечку отпушивать 180 хп у вышки в принципе в идеале был бы заденайд но шарфик тут очень довольно таки серьезно терпит от квапы поднимает и отталкивает но аж смысл поднимать квапу то наш на блинке но больше нету маны ну хардеев тут точно ой шарфик точно умрет приходит ел закрывает фиссуры нету маны больше у квапы будет ли малифайс не может не достает не видит отпевается квапа и сейчас блинка уйдет в принципе ой почти забрал куру у нас хардеев но увы не пошло не забрали ни куру ни квапу ничего страшного я думаю ребята исправится ну да сделал бы ел тп чуть 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 чуточку пораньше шарфик мог бы вполне выжить вполне мог бы выжить ну и блова тут заберет вышку мешать некому ну есть фэйзы есть фэйзбэнд сейчас будет аквила что тут бэйн загулял хотя ел то ему ничего не сделает может максимуму рельсу просто в лицо прописать так квапа у нас находит тут дд есть у нее лицо от голубого ну что пойдет все таки ну может тут с дд кажется хардеев сейчас под офигеет ну да дается малифайз улетает на блинке дается стан хардеев мансует так тотем пошел приходит шарфик отпевается квапа ищет 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 инигму инигма под вышкой отпилась ну и все квапе надо уходить АМ продолжает вместе луной фармит фармит ребята 49 крипов у луны и 36 крипов у АМа но у АМа есть килл у луны килла нет ну килл это сколько буквально 5 крипов получается так находит тут дреда у ЕСа пока нету ничего кинул он тотем мимо выдается малифайз летит ракетка ну нет ну компакт у нее потому что тут еще и бэйнс котлом на всякий случай подошли четверо из раксов в миде трое из импайр тоже ну шарфику сейчас надо отпеваться в принципе бутылка целая вот начинает чуть-чуть отпеваться ну вот этим ребятам надо все-таки как-то мешать хотя ну тут двойна саппортов просто-напросто что там у скандала тем временем то есть соуринг 400 голды на меке еще далеко хотя у раксов как бы тоже замашек на меку нету ну вот если инигма соберет ну да вот смотрите на ситуацию есть стик ботинок соуринг 700 голды есть ринков протекшн ботинок соуринг щиток 300 голды ух ты ж это нет это не ему это мимо это летит у нас луня брейсер будут барабаны в скором времени так опять врыв на шарфика попадает задувкой дается шкрим даггер ну и все шарфик опять умирает дается опять позднее фиссура от йола да шарфик шарфика гангует по кд ну хардевы сейчас надо получить шестой левел потому что ну не знаю в следующей драке в миде ну просто must have black hole у дреда тем временем только третий это очень плохо потому что ну блин энигма с black hole там плюс вертолет с кулдауном ну с ультой ну и шарфику было бы тоже неплохо что нибудь стырить так пт есть у квапы пт нулик тырит блинк вот теперь сможет сбегать ох 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 2 3 3 4 3 5 5 6 и 4 5 Ну, тяжело Рубиком против Поплы на самом деле стоять, ребят. Ну, что он может? Ну, поднять, опустить ее и все. Как бы она на блинке догонит и добьет. Тут в любом случае, да, надо было просто втерпеть. Плюс еще ганги от Бэйна с котлом. Ну, тут да. Ну, что, БФ в скором времени будет у нас у БЗЗ. Ага, погнал все за котлом, посмотрите. Ну, нет, ну не догонит. Транквилы у котла. Так, по вардам, по вардам, по вардам. Все, ну, давайте откроем уже графики, посмотрим. Итак, преимущество пока что по XP за команду Empire. По голде также, сколько, 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 3000 по XP. И 2000 по голде. Вот в этом что? Ну, ничего. Что-то же самое при 400 голде. Может, скури что есть? Господи, опять бегут за шарфиком просто втроем. Вчетвером. Бедный шарф. Так, увела тут, в принципе. Ну, все с ботинками. Когда саппортные там с ботинками в игре, это уже значит то, что, как бы, все не так уж и плохо. Так, где-то у нас энигма встряла. Ага, получила, походу, пару бимов в лицо. Так, смотрите, скоро будет доминатор. У луны. Тфу, тфу, квапы. Господи, что со мной? Совсем, что ли? И что у нас? Задувка опять шарфа. Мимо. Ну, как бы, блинк сейчас сохраняется. Да, у шарфика еще есть блинк. Но, правда, он скоро кончится уже. Так, а им продолжает фармить. Стоится 500 голды до МБФ. И тогда он начнет нормально фармить. Хотя, квапа... Ой, луна... Да что такое-то? Луна уже в это время может убивать. Ну что, готова ульта. Ультует. У нас виола. Не успеет он давать фиссуру. И скрывается. Просто сейчас уйдет с ТП. На блинке не успел поднять шарф. Ну, вот так вот. Забрал... Забрал Еса. Влез с ТП. Отлично. Отлично сыграл луна. Задувка опять прилетает в шарф. А будет он бот. А как еще стоять-то против этих товарищей? Да никак. Так, луна возвращается опять на топ. И продолжает пушить лайн. В принципе, как БЗЗ. Не, ну БЗЗ вообще не пушит. Он тупо фармит. Но будет с БФ, он будет пушить. Тут есть такой, знаете, мини БФ у луны. То есть он не по всем сразу, но все-таки по крипам бьет. А не по одному. По нескольким. Ну, и вот эту вот подругу надо бы тоже с ней что-то придумать. Девятый левел, тысячу. Тысячу голды имеет сверху с нуликом. Ну, и хоста, это вообще опасно для шарфа. Потому что на хосте, ну, он просто сейчас может пойти и убить шарфа. Даже если у него есть блинк. Ну, в принципе, если он поднимет, он блинкуется, подбегит под Т2 Тауэр, то я думаю, квапа не решится на такой дерзкий поступок. Хотя, все возможно. Ребята, из Empire. Так, поднимается. Дается у нас сразу моллифайз, плюс бэкхол в одного. Ну, ничего страшного. Надо же как-то квапу забирать. Ну, нет, вы посмотрите, стики бота уходят. Не хватило дэмэджа у ребят. Ну, и теперь нету блоков. Вот так, дается у нас фиссура в Бэйна. Ой-ой-ой, боза сейчас умрет. Отратительный ганг, но ее пытаются уйти с ТП. Да, уходит с ТП. Еще тут ультанована сквапа, но не успела. Ну, и дредд уходит просто так. Просто так. Да просто так, просто так. Просто так уходит в лес. И я наспаунил себе. Да, еще тот лесник. Хадеев у нас через 100 голды МИАКа. Луна ТПшет куда? На бот. Сейчас будут пушить. Потому что вышка-то еще стоит, да еще и фуловая. Так, счет 1-6. Ну, это не показатель, пока драки 5 в 5 не было. Да и как бы АМ, сами понимаете, с такими артрами особо не тащит. Появится там БФ, БКБ, тогда уже будет что-то видно. Смотрю, когда это появится. Ну и падает, падает 1 Тауэр в боте у команды Рокскиз. Дефит, я как понимаю, не будут. Потому что, нет, смотрите, ТП есть, ТП есть. Дредд с АМом уже идут. Ну что, включается глиф, но ТП нету. На, дает вышку. Ага. Луна себе не так и не накупила, не докупила Доминатор, решил сразу собрать Яшу. Ну что, блова сегодня показывает проскил. Так, ну тут непонятно, кто фармит. То ли Дредд, то ли АМ. Если сейчас придут, приходит Бен, ультует в Йола. И нельзя сейчас драться. БЗЗ сейчас отъедет, просто ультанул, сбил. Сбил ульту, Йоу. А, станем и Сансон. Нет, ну я ульту точно уже не идти. Приходит Хардейв, дау Малифайс в Бэйна. Ультует Луна. Забирает. Забирает Шейкер, забирает однику. Умирает также АМ. Гирокоптер. Вот тот, тот шарфик выжил. Ну что, счет 1-10. Блин, надо Роксам сейчас подсобраться. Ну и шарфику тоже сейчас надо уходить. Как Б. И Т2 Тауэр падает у Роксов. Ну что, вот сейчас надо, блин, сейчас надо что-то придумать. Надо какие-то размены. Ну, тяжело сейчас будет так драться. Потому что, как бы, у ЕСа 5-й, да, там, у Дреда, какой, тоже 5-й. Есть только Блэк Холл и БФ на АЭМе. В то время, как, там, кажется, вообще, 12-й Луна. Там Бэйн с ультой, Квапа 11-й и Дарксир с Меккой. И сейчас будет вторая стенка. А, нет, будет только первая стенка. Угу. Забирает шарфа в это время. Опять Квапа с Бэйном. Ну что, летит ракета, в принципе, вот Бэйна можно и цепануть. Квапа тут точно уйдет. Ой, ну тут Луна еще, но она-то без ульты, только с барабанами. Ну нет, 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 не цепанут. Или цепанут. Ну, смотрите, дается фиссура, сразу Рокет Бэрэш пошел. Тотем, Сон кидается. Что творится? Забирает герокоптера, Хардеев тут тоже уже не уйдет. Есть возможность ультонуть в пятерых на развороте не получается. Стяжка Дарксира. Откидывается фиссура Йол. Поднимает нас скандала. И минус 4, насколько я понимаю. Да, минус 4 опять делает Эмпайр. ВП пишет шарфик. Ну что, ребят, Боу-3. Боу-3 рано расстраиваться. Это первое поражение. Нет, ну задумка была хорошая, но что-то не пошло, ребят. Так что давайте делаем стоп-старт и врываемся в следующую игру. Ну сейчас дождемся таблички. Где-то товарищ-то. Сейчас, 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 сейчас. Да. Вот так вот сделаем, потому что... Ну потому что. Потому что так надо. Вот так вот. Ну что, ждем таблички, ребят, и врываемся в следующую игру. Ну тут скандал просто заобщаются. Что будут вдвоем воевать? Ха-ха-ха. Да хорош. Ах-ха. Ладно. Блин, пропустил я ПВП между Дарксиром и АЭмом. Сейчас продам, продаст пацанов наметом лица. Ха-ха-ха. 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 Ой, лол. Ха-ха-ха. Возвращается Хардеев. Ха-ха-ха. 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 Что творят пацаны? Блэйз проще побыстрее уже закончить эту игру. Ха-ха-ха. БЗЗ просит подождать. Ну что, дается Блакова у двоих. И БЗЗ начинает нарезать просто вы посмотрите. Ульта есть? Будет через 2 секунды. Стяжка ульта. Ой, откопаю. Ой, ой. Нет, 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 не успевает ультануть. БЗЗ. Ха-ха. Ребята, фанятся. Ну, на развороте. Ай, шкрим. Шкрим, шкрим, шкрим. Ой, лол. Ну, ок. Пишет Стасон. Тут все понятно. Ну, че, хардев теперь воевать что-нибудь будет? Да ну, хорош. Да, господи, когда это будет эта табличка уже. Джи-джи пишет, Блейд. А скандал продолжает пушить. Ну, и хардев наконец-то отключается от игры. Сейчас увидим. Увидим падение Роксовского трона. Увидим табличку, сделаем стоп-старт и ворвемся в Next. Ну, где-то табличка. Шмотку нам не дали. Ну, что ж, делаем стоп-старт и врываемся в следующую игру. Субтитры сделал DimaTorzok.